Намаскарам садгуру, карма — это наши действия. Какими должны быть наши действия, чтобы они были освобождающими, а не связывающими? Большинство из нас не понимает разницы между компульсивными и осознанными действиями. Как мы можем получить такую способность развлечения, чтобы выполнять только сознательные действия? Я заканчиваю книгу «Карма». Остался один день работы. Она будет издана в США издательством Random House. Она будет опубликована во всем мире, кроме Индии. Потому что за тысячи лет разговоров о карме вам уже стоило бы разобраться в этом. Имя Сара не похоже на индийское, так что я думаю, все в порядке. Но я подозреваю, что это заговор, чтобы получить книгу бесплатно, прямо сейчас. Всего один день работы, и она будет закончена. Это можно рассматривать по-разному. Как мне осуществлять деятельность? Карма означает... Необходимо понимать. Карма не означает делать что-то только во внешнем мире. Вы сидите здесь. Вы совершаете карму. Карму — сидение здесь. Тело функционирует, оно дышит, потребляет кислород, выдыхает углекислый газ. Дерево благословляет вас, потому что вы выделяете достаточно углекислого газа. Предположим, вы бы и углерод сохранили в себе и сделали бы из него алмаз, чтобы потом подарить кому-нибудь. Углерод. Тогда дерево посмотрело бы на тебя и сказало, что за жмот. Даже углекислого газа жалко. Это один из видов кармы. Я пытаюсь говорить, не цитируя книгу. Потому что с этим связаны определенные проблемы. Поэтому если вы сидите здесь и дышите, то с точки зрения дерева вы совершаете хорошую карму. Вы не знаете. Вы тоже можете осознавать. Дерево дает мне кислород, а я даю углекислый газ. Значит ли это, что вы должны дышать глубже? Ничего подобного. Просто дышите. В любом случае это происходит. Так что происходит физическая карма. Ментальная карма у большинства людей происходит все время без остановки. Работает эмоциональная карма, происходит энергетическая карма. Иначе вас бы не было в живых. Карма происходит. Это не обязательно то, что вы делаете осознанно. Это просто происходит. Жизнь — это карма. Если вы хотите стать нейшкарма, что значит... Люди думают, что это значит без кармы. Если вы хотите стать без кармы, такого не бывает. Вы можете стать с очень минимальной кармой. «Он диванный овощ». «Нэшкарма». Нет. Вялость — это огромное количество кармы, потому что для вялости требуется много работы. в том смысле, что вам нужно будет сгенерировать множество объяснений и убедить себя, что вы ничего не должны с этим делать. Прямо сейчас повсюду вирус. Кругом умирают люди. Чтобы не реагировать на это, вам нужно что-то сделать в себе, иначе отвечать на подобное — это естественно. Так что быть диванным овощем — это не нишкарма. Йогин может перейти практически в состояние спячки, в котором все сведено к минимуму. Но он все равно не свободен от кармы. Он может делать меньше вдохов в минуту. Вы можете делать от 12 до 15 вдохов и выдохов в минуту. Когда кто-то просто сидит, он может сократить количество вдохов до трех, шести или восьми. Но вы не можете делать меньше. Или вы можете даже остановить дыхание на какое-то время. Но только на время. Если вы останавливаете дыхание, не задерживая его, а просто понижая метаболизм, то постепенно в организме начнет подниматься другой уровень кармы. Когда он поднимется, все равно нужно будет дышать. Снова бездыханное состояние, снова возвращение к дыханию. Таким образом, можно минимизировать карму. Но вы все равно не будете свободны. Вам нужно будет встать, чтобы выпить немного воды или что-то съесть. Когда вы что-то съедаете, то должно будет выйти. Все это карма. Итак, как с этим разобраться? Как вы думаете, что мы с вами делали на внутренней инженерии? Что это, по-вашему, такое? Просто многие из вас, большинство, даже когда вы проходили онлайн-программу «Внутренняя инженерия». Вы еще не делали никакую практику. Вы прошли первые два дня программы. Без практик мы с вами все еще говорим. Внезапно, через два дня, вдруг появилось новое ощущение жизни, свободы и всего остального. Это случилось с миллионами людей. Я знаю. Внезапно вы оживаете. Не потому, что вся ваша старая карма исчезла. Просто за эти два дня вы не создали слишком много новой кармы. Внезапно все кажется таким легким и чудесным, потому что вы не создаете для себя ненужного времени. И в чем тут фокус? Существует много разных аспектов. Я не буду сейчас вдаваться во все это. Самое простое — это ваша способность отвечать. Должен ли я что-то делать или нет, если я думаю об этом? Сейчас многие люди сталкиваются с большими трудностями. Допустим, неподалеку кто-то... К счастью, это еще не перешло в нашу область. Мы справляемся с этим очень жестко. Поблизости инфекции нет. Некоторое количество инфицированных есть в Каимбаторе. Скажем, там кто-то заражен. Должен ли я что-то делать или нет? Зачем мне это делать? Пусть другие люди делают это. Кто эти другие люди? Мы не знаем. У него, наверное, есть семья. Пусть они это делают. Но если мы просто представим себе страдания этого человека, вам придется проделать большую работу, чтобы ничего не сделать. Но ответить тем способом, который вам доступен... Не каждый может пойти и начать спасать жизни каждого, но, по крайней мере, сделать то, что для вас возможно. Это очень просто. Количество кармы, которую вы должны сделать, ментальная карма в вашем уме резко снизится, просто потому, что ваш ответ стал неизбирательным. Неизбирательность в ответе, но избирательность в действиях, потому что вы не можете позволить себе быть неизбирательным в действии. В действии вы всегда разборчивы, потому что действие требует физических способностей, энергии, интеллекта, средств, времени — в это вовлечено многое. И все это ограниченные ресурсы. Никто не будет заниматься неизбирательной деятельностью. Если кто-то будет заниматься неизбирательной деятельностью, то очень скоро умрет. И это тоже плохая карма. Да, это так. Деятельность избирательна, но наша чувствительность неизбирательна. Где бы это ни было, я бы хотел что-то сделать. Если это возможно, мы сделаем все, что можем. А для невозможного у нас, по крайней мере, есть небольшое намерение. Именно поэтому, когда вы пришли на программу, вы почувствовали такое чувство свободы. Люди спрашивают меня, «Садхгуру, как будет работать онлайн-программа без практики?» Я хочу, чтобы вы знали, что прежде чем вы пришли на посвящение Шамбови, вы уже чувствовали себя превосходно. Просто потому, что вы перестали создавать новую карму. Старая карма не исчезла за эти три дня. Просто не появилась новая. На самом деле, для старой кармы достаточно просто жить, сидеть, дышать, существовать, чтобы билось сердце. Этого вполне достаточно, чтобы начать растворять старую карму. Некоторые вещи можно немного потолкнуть, но большинство вещей исчезнет, если вы просто сидите здесь, дышите, живете, и ваше сердце бьется. Вам не нужно ничего делать. Некоторые из вас думают, что это они делают всё. Вся проблема с людьми в том, что когда дело доходит до их здоровья, потому что все теперь интернет-врачи, они очень хорошо всё изучили. Для врачей это ад, потому что каждый приходящий пациент знает о болезни больше, чем должен знать доктор. Доктор знает нечто более глубокое, потому что он потратил 9-10 лет на изучение и практику. Но эти люди погуглили и пришли к выводу, что у них именно этот недуг. За три дня они пережили всё, что есть в интернете, и теперь на всевозможные вопросы они отвечают своим собственным рецептом. «Дайте мне эту таблетку, другую я не буду принимать». Их очень много, тех, кто приходит к врачам и говорят, «Нет, я не буду принимать этот препарат, я приму только тот». Это должен быть весьма образованный пациент. Высокообразованный пациент означает, что вы станете пожизненным пациентом. Вы должны это понимать. Да. Если вы станете врачом на всю жизнь, это хорошо. Если вы становитесь пожизненным пациентом, очень квалифицированным пациентом, какой в этом смысл? Это просто потому, что вы думаете, что делаете это. Вы должны проверять, сколько ударов происходит. Меня просят, «Садгуру, вы должны пройти полное обследование». Я говорю, «Что?» Каждый год я хожу пешком в Гималаях, в Тибете, иду на Хэллаш. Это и есть мой стресс-тест. Если я не выживу, похороните меня в Гималаях. Вот и всё. Иначе просто живите. Но поскольку вы уделяете себе немного внимания, вы знаете, что происходит. Если вы заметили, что что-то не так, тогда можете обратиться к врачу или, может быть, получить более квалифицированный совет по этому поводу — это другое. Но всё время переживать, что происходит, что происходит — это само по себе является болезнью. Слишком много переживать о здоровье — это само по себе является болезнью и ужасной кармой. Эта карма окажет на вас долгосрочное воздействие. Вот и всё, что произошло в первые три дня внутренней инженерии. Онлайн или очной программы — всё, что произошло, мы дали вам некоторые инструменты, с помощью которых вы перестали создавать новую карму. И внезапно вы почувствовали себя прекрасно. Вы выполнили то маленькое домашнее задание, небольшая домашняя работа. Что произошло с вами сегодня? Пять ситуаций, которые нужно записать. Только благодаря этой домашней работе вы обращали внимание на то, что вы делаете, и что не делаете, и внезапно вы испытали потрясающие ощущения свободы. Если программа продолжительностью два с половиной часа может оказать на вас такое влияние, то во время этого карантина вы сможете научиться не создавать карму, если станете более внимательными. Просто ваш ответ на всё должен быть безграничным. Не стоит выбирать, на что отвечать, а на что нет. Это не ваше дело. Что бы это ни было, птица, кузнечик, человек, мужчина, женщина, ребёнок, не имеет значения. Отвечайте. Нужно ли вам предпринимать действия? Нет. Действие всегда выборочно, потому что в нём задействуются определённые количественные составляющие. Оно не безграничное. Наша энергия не безгранична, наш интеллект не безграничен. Наши действия никак не могут быть безграничными. Они всегда ограничены. Но наша способность отвечать безгранична. Если вы сделаете одно только это, сегодня вы не создадите никакой кармы. вы не будете добавлять к имеющемуся грузу. Если не накапливать новый груз, вы увидите, что ощущаете что-то сродни освобождению. Вот какой вред вы наносите себе. Как вы думаете, почему в детстве вы были такими? В то время вы также несли на себе огромный груз кармы, но тем не менее вы улыбались. А теперь вы стали такими. Вирус, они накапливают этот бесконечный мусор. Каждый день. Что бы ни произошло, вы накапливаете, накапливаете, накапливаете. Что-то происходит, что-то не происходит, но вы создаете беспорядок внутри себя. Это просто мусор. Вы словно грузовик по сбору мусора. Да. Но сейчас у нас карантин. Мусор собирать уже не надо. В этом прелесть карантина. Просто не будьте такими избирательными. Кто вы? Кто вы такие, чтобы решать? Что заслуживает вашего внимания, а что нет? Кто бы не создал все это, травинка была создана с такой же заботой, что и это большое дерево, и вы сами, и слон, и тигр, маленькое существо, малюсенькое насекомое, украшено даже лучше, чем вы сами. Да? Вам нужно украшать себя всевозможными способами. А они уже искусно украшены сами по себе. Так что, кто бы ни был создателем, вы считаете, что творение уделило этим крошечным существам меньше внимания, чем вам? Нет. Тогда кто вы такие, чтобы решать, на что отвечать, а на что нет? Ваша способность отвечать всегда должна быть неограниченной, если вы не понимаете, о чем я говорю. Мы не можем прийти и научить вас сейчас, но есть онлайн-программа внутренняя инженерия. Просто пройдите эти три дня, только первые три дня, послушайте, что там говорится. Питайте в себя эти слова, погрузитесь в них, погрузитесь в них полностью. Через три-четыре дня вы почувствуете, что словно парите, просто потому, что нет нового мусора. Вот как это будет ощущаться. Пожалуйста, сделайте так, чтобы это произошло. Не нужно продолжать складывать новый мусор на свои плечи. КОНЕЦ